здравствуйте друзья у нас всенародный праздник иммигрантский сэнксгивинг вот в это время много много лет назад несколько веков назад наш брат иммигрант пилигрим в сущности значит оказался в соединенных штатах и был привечен индейцами год они прожили в общем с горем пополам вот а потом уже конечно вот вы видите стол стал более разнообразным вот тут у нас и оливье тут и вы думаете это капуста квашеный это фенхель квашеный так тут который за миграции это который но так из европы из европы пришел рыбка это гарик отлично делал рыбку вот эту рыбку мы сами в общем короче да и так это огурчик тоже квасили моего ферментировали огурчик он не соленый ну так что гарик давай скажи вот в твоей эмигрантской жизни с курочкой значит как вы с праздником то этим сэнксгивингом то лично для меня это праздник довольно такой какой знатный знатные давай я считаю что это благодарение то что мы благодарны это в общем-то чувство которое не даром поддерживать все американцы все кто приезжают в америку так они воспринимают эту идею как благодарение и каждый год отмечают и в общем то я считаю что это очень-очень-очень такой праздник наш наш он такой же как раньше мы отмечали 1 мая 9 мая день революции вот он такого уровня так хорошо не ходит в вашей семье вы как справляете водку пьете водку питьем потому как это дело святое чтобы не забыть вернее так пьем не то не для пьянства чтобы не забыть до для аппетита для аппетита кстати полезными здрав он рекомендует по чуть-чуть конечно так но индейку я не очень люблю потому что ее надо 5 часов у нас тут на столе мать у нас есть индейка у вас есть индейка да есть давай про двух видов мы узнаем давай про два вида это буженины и зиндюшки так вот даже для меня сюрприз зеленый зиндюшки постой а мы а ты такие здоровенные шматки вот это вот он порезан один шматок а остальные остальные холодильника и что мы с ними будем делать завтра повезем детям понял то есть вас индюшка и присутствует давай посмотрим скороварка это не скороварка это медленно варка это это аппетит это аппетит покажи медленно варку что внутри вот так и что же это это мясо с картошкой картошка сладкая жарко из индюшки пахнула друзья пахнула все это ты прямо знаешь выглядишь как школьница в этот день светлого праздника снегивина так не не какие-то фарточек одеть чулочки такие в сеточку да мы все собрались еще не все собрались у нас тут еще подойдут люди а так пока что вот мы подумали пока никто туда ложками своими и пятернями не стал значит залезать света икра будет нет не пыль но икра есть икра есть икра замороженная не успели разморозить так может сказать но есть еще в баночках мне подарили баночку икры 2 2 1 красную 1 черную люди пришли вот из россии приехали подарили хотя игру вроде бы здесь купил отрезаю что сейчас оказывается икра в россии дороже чем здесь в америке а как так бывает вот так стало лишь на ли они желают покупают здесь на долларе там продают на рубли нет а почему потому что стали больше отлавливать лосося здесь америке в америке вокруг америки чем было сося которые в союз и поэтому там дороже красная икра чем здесь а черная а черная надо спросить вот у директора икорного завода черная икра дороже чем в россии или линии представишь у нас есть знакомый у которой маму маме 90 лет она привозит в баночку икры друзья если будете думать над вопросом о том что привезти из америки там в российскую федерацию везите икру икру да по раньше когда мой приятель ко мне в гости приезжал привозил мне банку икры там было дороже а за 15 лет ситуация изменилась теперь мы везем туда икру там а они сюда что везут все подожди людей можно было кроме этого но кроме это а еще наши русские семьи везут какие-то русские лекарства типа волокардина до типа каких таких данных травах антибиотики разве можно так возить здесь дороже и свет то есть люди как-то смотрят где идешь дороже не дешевле и это везут антибиотики которые там без без рецепта я понял деньги чтобы получить рецепт на антибиотик они колонисты походят к врачу и лечатся своими антибиотиками а вдруг они что-то не то делали пол россии это нет такого что вот выпил не тех антибиотиков и нет человека конечно я не знаю может быть но они привыкли к своим антибиотикам к своим каким-то антивирусным лекарством и все время вон на том же фейсбуке все время ходят девочки у кого осталось такое-то лекарство и девочки говорят там типа да у меня осталось приходить да в этом есть истина потому что когда еще мы жили в россии самым лучшим лекарством от кашля был бронгексин так оказывается он продается в сан-франциско в русской аптеке в русской аптеке и уже вот спустя сколько лет мне кто-то привез его из сан-франциско и вот я сейчас болела действительно лучше чем американцы потому что там ингредиенты есть некоторые в этом бронгексине равны как и волокардине которые в америке запрещены что в волокардине активный ингредиент он запрещен принципе здесь причем приравнивается к стероидным наркотикам который спортсменов когда тестирует он бэнд он запрещенный поэтому были случаи уже когда люди пили волокардин а тут им устраивались на работу и проходили анализ крови на наркоту и их не брали на работу из-за того что они выпили волокардин потому что никто не будет разбираться ты выпил волокардин или еще как или еще что-то вообще выпил на наркотиками ходи поэтому поэтому и везут потому что очень много благодарения я снова обращаемся к теме то что люди которые принимали русские лекарства не проходили интервью в америку да по этой по голове подачи гоночка когда стали русские привозить с собой папиросы и стали курить папиросы их тоже перестали брать на работу потому что не думали что это гильзу забивали что траву и на руках не в этом дело у нас был такой случай кстати чего по моему чуть ли не во фрименте жил он тоже чтобы сэкономить привет с тобой кучу беломора чтобы не покупать первое время а именно беломор вот он купил любил беломор он привез беломора они как бы естественно все кто курил траву в россии они все покупали беломор высыпали оттуда табак и набивали его травой короче говоря а тогда еще можно было курить в ланч ром да это там начало девяностых еще не надо было никуда выходить и вообще не было запрещено и вот он сидит в ланч ром после ланча и курит свой беломор неделю курит две курит на третьей неделе его вызывает вечер и говорят чувак ты с травой ты завязывай какой травой говорит у меня папиросы русские я не знаю что у тебя там вот и вот это вот больше на работе не кури люди жалуются что ты куришь траву на работе он пахнет и выглядит точно как как бы друзья если кто-то любит папиросы переходите на берцеговину флор и пироги да тоже говорят если устраиваешься на работу за две недели до этого не ешьте там маковых пирогов не принимать русские папиросы